Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азадж Маханев. 2 миллиона 600 тысяч казахстанцев уже получили социальную помощь от государства в размере 42 тысяч 500 тенге с начала этого месяца. Однако, несмотря на сокращение сроков рассмотрения заявок, выплата пособий производится с некоторой задержкой. В деталях сложившейся ситуации разбиралась Гульмира Тимиргалеева. По поручению главы государства казахстанцам, лишившимся дохода в период ЧП, выплатят денежное пособие в размере 42,5 тысяч тенге. Для реализации данной задачи в трудоемком процессе задействованы три ведомства. Это региональные департаменты занятости и социальных программ, государственная корпорация, правительство для граждан и государственный фонд социального страхования. Вместе с тем, расширение перечня категории лиц, имеющих право на госпособие, увеличило и рост заявок от граждан. Так, наибольшее количество поступило из Алматинской области. Это более 600 тысяч обращений. На сегодняшний день от предпринимателей и работодателей поступило более 24 тысяч заявок. Более 8 тысяч из них составляют обращения от работодателей. Количество работников зарегистрировано свыше 1800 человек. С 1 апреля в Казахстане около 2 миллионов 600 тысяч человек уже получили выплаты на сумму более 109,5 миллиардов тенге. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, общее количество обращений значительно превышает фактическое число заявителей. То есть происходит банальное дублирование заявок. Это сказывается на сроках обработки заявлений и проверке данных. Еще одна причина затягивания сроков – регистрация заявок от лиц, имеющих доход, однако претендующих на социальную помощь. На сегодняшний день обращаются лица, которые не потеряли доход. Дополнительно у них идет с государственных учреждений, они не вышли в отпуск без сохранения заработной платы. Лица имеют социальную выплату только те, кто потерял доход в связи с действиями во время чрезвычайного положения. Есть факты, те, кто обращаются, сотрудники государственных учреждений, они не теряют доход, они не имеют права получать эту социальную выплату. Со слов Гульбар Оразалины, в основной массе заинтересованных в государственной помощи превалируют сотрудники медучреждений, школ, детских садов и получатели социальных выплат. По мнению специалиста, эти граждане хотят получить помощь от государства, при этом получают заработную плату в период ЧП. Причиной отказа заявителю является и отсутствие соцсочислений за год. Как пояснили в фонде государственного социального страхования, в Алматинской области с начала месяца зарегистрировано около полутора тысяч таких обращений. На сегодняшний день заявок поступило 424 тысячи, из них утверждено 390 тысяч и поставлено уже на выплату. 322 тысячи уже выплачено идет, именно это количество в Алматинской области. Вместе с тем встречаются случаи, когда 42,5 тысячи тенге получили лица, не относящиеся ни к одной из семи категорий нуждающихся. В данном случае возврат денег можно осуществить посредством реквизитов государственной корпорации правительства для граждан. Тем не менее, основная масса казахстанцев уже воспользовалась правом на денежную компенсацию и даже получила ее. Среди тысяч других и Людмила Лемещенко, относящаяся к категории самозанятых, женщина оплатила ЕСП. Это дало ей преимущество в получении финансовой помощи от государства. Я самозанятая, подала справки, 4 числа заплатила, 7-го подала и 13-го получила 42,500. Я очень благодарна нашему президенту. Эти трудности временные, все переживем, все пережили. У нас было труднее в 90-х годах, мы жили в 90-е, уж как 90-е были. Это, по сравнению, не так страшно. Разовая регистрация в системе дает возможность гражданам получать пособие ежемесячно в течение всего периода чрезвычайного положения. Как поясняют специалисты ведомств, если самозанятым обязательно иметь социальное отчисление, то лицам, приступившим к работе до начала ЧП, достаточно документа, уточняющего период их трудоустройства. Гульмира Тимиргалиева, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Диалоговая площадка антикоррупционной службы Алматинской области «Антикор» продолжает свою работу в режиме онлайн. С начала ее открытия проведены десятки встреч по различным темам. Сегодня о работе в режиме ЧП рассказали представители полиции области. Во время сегодняшней онлайн-встречи, состоявшейся в рамках проекта «Антикор Лайф», были обсуждены два вопроса. Первым рассматривались принимаемые меры по противодействию коррупции в правоохранительных органах. Как выяснилось, работа полицейских сейчас находится на особом контроле, о чем и сообщил руководитель антикоррупционной службы области. В текущем году ими уже было выявлено несколько фактов коррупционного характера. На площадке антикор-центра, вот как он открылся, уже мы провели, как я еще ранее говорил, более 30 онлайн прямых эфиров. Это разъединительная работа, юридические консультации. К нам приходят и юристы, и нотариусы, кто доводят до граждан, юридическую помощь оказывают. Также общественность помогает, местные исполнительные органы приходят, руководители приходят. Как вы сегодня слышали, органы внутренне пришли, заместители руководителей департамента. То есть, по введенному карантину в Алматинской области, разъединительной беседы. Со стороны граждан, следивших за эфиром в социальных сетях и представителей СМИ, было задано немало вопросов, касающихся работы полиции при режиме ЧП и мерах, принимаемых нарушителем самоизоляции. В целом, за нарушение чрезвычайного положения к ответственности было привлечено порядка 150 граждан. Продуктами в магазин один раз в день. Это четко прописано, как я уже сказал, постановление номером 6 от 13 числа главного государственного санитарного врача Алматинской области в больницу на свое рабочее место, если его предприятие имеет право работать и у него есть разрешение. А в других случаях он передвигаться не имеет права. Сегодня ночью на территории Алматинской области вступил в силу карантин, в связи с чем были усилены санитарные и пропускные меры на всех блокпостах. Многие частные автомобили после вступления в силу новых правил стали разворачивать в Асфаясе. Есть ограничения заезда и выезда в город Талдуклан и по Алматинской области. В настоящее время заезд разрешается для всех видов транспорта, обеспечивающих жизнедеятельность. Это сельхоз, 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 транспорт, служб доставки товаров, первые необходимости, транспорт, коммунальных и аварийных служб, инкассажерских автомашин, для медицинских работников, для других граждан, которые по необходимости работают в районе или в городе, приезжая из районов, разработан единый пропуск в Акимате области, где они могут получить. К нарушителям режима будут применены законные меры наказания, от штрафов до административных арестов, которые уже применены в отношении 49 граждан. Антон Хатиновский, Абзал Мусипов, при содействии Пресс-службы Департамента полиции Алматинской области. На просторах социальных сетей появилась информация, что в Талдыкургане зарегистрировано 12 случаев заражения коронавируса. Как выяснилось, аудиосообщение рассылал в WhatsApp житель областного центра. Автор голосовой трансляции ссылается на приближенное лицо. Полиция сразу же принялась искать источник. Как выяснилось, им оказался парень 1986 года. Молодой мужчина нигде не работает и, судя по этому, решил таким образом взбудоражить народ. Задержанный признался о своих недобрых намерениях, а также посетовал, что запись была сделана им 13 апреля в состоянии алкогольного опьянения. Лжеинформатор данной голосовой рассылки сейчас задержан. И в отношении него заведено уголовное дело за распространение ложной информации по признакам статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан. 13 апреля 2020 года примерно в 7 часов вечера была по WhatsApp отправлена аудиозапись о том, что 12 человек коронавирусом заболели в Талдыкургане. Это ложная информация. Это все было придумано. Я прошу прощения у города Талдыкурган. Больше это не повторится. И другим людям хочу сказать, чтобы они этого не повторяли. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин